Привет! Всем привет! Сегодня наш выпуск будет про шопинг. Шопинг, любимая тема девочек. Да, но на самом деле мы не будем прям... Да, это Берлин. Здесь таких штук полно. Мы потихоньку начинаем к этому привыкать. Но мы сегодня не будем прям очень так сильно концентрироваться на шопинге и будем потихоньку разбавлять нашими первыми впечатлениями про Берлин. Так как мы сейчас будем ехать на общественном транспорте к месту, где Катька будет делать свой шопинг. И ты тоже. И я тоже. Придется. Я хочу рассказать про общественный транспорт. Вот первый миф, который сразу же нам бросился в глаза, это про то, что в Германии, в частности в Берлине, транспорт ходит четко по расписанию. Он не пунктуальный. Да, он не пунктуальный. Это неправда. Особенно утром. То есть в обед и вечером он еще придерживается расписания, а утром он задерживается на минут пять-десять, даже может быть и пятнадцать. Да, и если он задержался утром, то значит днем тоже будет немного задержка. Да, ну днем, днем он как-то уже более-менее нормализует, нормализует его яйца. Вот, а утром... Нормализирует. Да, нормализирует. Наверное. А утром вот он опаздывает. И по-моему самое важное это утро, потому что утром все едут на работу и на учебу, а он зараза опаздывает. И самая коварная штука, это вот, например, мы меняем три вида транспорта, пока едем в университет. И вот мы сели на трамвай, если трамвай опоздал, то мы опоздаем на следующий поезд, и если немножко опоздает следующий поезд, если мы на него успеем, то мы не успеем на следующий поезд. Да. Короче, такое. А в Германии опаздывать не любят, и нам преподаватели сказали, что мы не опаздывали. Вообще транспорт здесь называется немножечко странно для нас, вот, например, поезда называются S-Bahn, потом метро называется U-Bahn, автобусы-баз и трамваи-трам, то есть тут как-то тут полегче. Транспортная компания, которая занимается трамваями, автобусами и метро, называется BVG, я вам очень советую загуглить их и посмотреть их видеоролики. За ютюбить. Да, за ютюбить, посмотрите в ютюбе их рекламы и ролики, там очень смешно. Они очень такие позитивные, самокритичные, любят над собой постебаться. Да, у них там есть рекламный ролик про то, что когда они объявляют остановки, они запихиваются сэндвичами, и поэтому непонятно, что они говорят, потому что они устраивают пари на то, кто больше людей, у какого водителя больше всего людей упадут в время движения. В общем, да, они над собой посмеяться очень любят, вот, и они это рекламируют. Это очень смешно выглядит. Мы уже в центре Берлина. Да. Ну, как в центре, мы и живём в центре, в общем, такой большой. В общем, мы приехали к самому большому торговому центру в Германии. В Германии, да. Он чуть-чуть дальше находится, не прямо здесь. Да, мы сюда доехали, и несмотря на то, что транспорт не всегда ходит по расписанию, он очень удобный и ходит он очень-очень часто. Не, ну, метро вообще особо по расписанию, наверное, не ходит или ходит? Ну, просто каждые пять минут он ходит, всё, это все знают. Да, да, ну, часто, да, поэтому... Также и трамвай каждые пять минут, да, поэтому это класс, это удобно. А сейчас по пути к этому другому центру мы будем проходить по улице, которая называется Курфюстендам. Я сложно долго это учил. На этой улице находится много магазинов, салонов, шоурумов, в том числе там находится шоурум Мерседес, Ауди. Да, в общем, такая крутая бизнес улица, и мы вам её сейчас покажем, потому что она нам по дороге в шокинг-центр. Ауди. 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 Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле вот этот магазин, в котором мы только что были, Urban Outfitters, это такой вот типичный стиль немцев, то есть такое что-то урбанистическое, андеграундное, черное, порванное, вот такое вот. Дима в новой курточке, вот DimaTorzok У нее очень приятный материал, такой классный. Мы ее купили в магазине, а, в легком магазине мы ее купили за 50 евро. Дима, ты лайкаешь? Во-первых, носки там очень классные, и еще там классная спортивная форма, дешевая. Если вы не фанат Nike и можете ему изменить, то можете туда зайти и посмотреть. А вот, собственно, за мной и есть торговый центр, который самый большой в Германии, и там очень много магазинов. Поэтому мы сейчас пойдем туда и будем там смотреть в шопице. Я, кстати, фанат Бейонси, и здесь представлена ее коллекция Ivy Park. Мы сейчас тут ходим, и, может, мы куда-то не дошли или что? Ну, тут марки только премиум-сегменты. Ну, там раз и что еще был топ-шоп. Я не понимаю, где обычные магазины, где Zara, где все. Странно. Я очень удивлена. Ну, вообще, весь этот торговый центр выглядит как галерея Lafayette или как El Corte Inglés в Испании, но я ожидала здесь увидеть кое-что другое. Я ожидала здесь более дешевые марки тоже. Я знала, что тут есть и дорогие, но дешевые тоже, думала, есть, а их нет. Нам пришлось выйти с этого крутого торгового центра. Там премиум-премиум магазины. Да, и мы вышли в поисках H&M. В общем, будем искать H&M. Вот какая-то странная корейская, судя по всему, марка. Мы сейчас зайдем в этот магазин. Первый раз такое вижу. Посмотрим, что там. Мы зашли в магазин, который очень похож на Gap. Похож на подделку на Gap. Все так же выглядит. Что здесь прикольного есть, это то, что, например, джинсы здесь есть с утеплителем. Видите? Вот эта поверхность, это утеплитель. Тут как флисовая кофта. Флис. В общем, вот так они выглядят, когда их подкатывают. А выглядят, в общем-то, как обычные джинсы. Дима тоже взял себе померять эти штаны. В общем-то, они сидят реально прикольно. Мне очень нравятся. Классные. Ну и, в общем, как всегда, на шопинг иду я, а покупает Дима. Мы купили эти штаны. Классные. neo-ну и ткану и ткану. Я купила эти штаны. И так же приходи. Наш в 300-минге, такое свое. Работу. Наш в башне, это не в девять. Они не могут быть. Пот Frog! Ой, Уданый. Отклется. И все, что я вам показала, я купила Вот мой пакет В общем, в B&M мы сходили очень эффективно Я, я сходила Да И на этой веселой ноте мы будем заканчивать сегодняшний влог Спасибо, что были с нами Смотрите наши новые видео Всем пока-пока Пока